Искали три недели все военные, боевой кот Шайба вернулся к владельцу, фото. Боевой кот Шайба, который несет службу с украинскими военными на южном направлении, вернулся к хозяину. Этот пушистый защитник известен по социальным сетям и за его судьбу переживали почти три недели. Историю кота Шайбы рассказал военный Александр Лищук на своей странице в Инстаграм. Как Шайба стал боевым котом? Год назад военные на южном направлении нашли котенка, которому было всего пару недель. Его вместе с сестрой кто-то выбросил возле сельского продуктового магазина. Украинские защитники забрали сироток, выкормили и воспитали. Кота назвали Шайбой и он стал настоящим другом для военного Александра Лищука. Кот обзавелся не только разгрузками и минными шевронами, а еще и вышиванкой. Он помогает хозяину организовывать сборы на потребности подразделения, выходит вместе с ним в эфиры и дежурит на посту. Он фактически вырос на линии фронта и обзавелся навыками настоящего боевого кота. У Шайбы уже более 10 тысяч подписчиков и посты с его фото собирают огромное количество лайков. Точка. Шайбу искала вся страна и все военные. 28 июня Лищук сообщил, что кот исчез почти две недели назад. И пообещал крупное вознаграждение тому, кто поможет отыскать любимца, в размере 20 тысяч гривен. И его любимец нашелся, почти через три недели, Шайбусика нашли. Пока вся страна искала Шайбика, этот герой-любовник стал разведчиком. Пройдя немалую дистанцию, нашел кошечек и чилил с ними на другой позиции у военных. Завтра отвезу Шайбика к ветеринару для проверки его здоровья. Надел на него ошейник и другой AirTag, прибор для отслеживания, и буду искать другой, более действенный в наших условиях GPS-трекер, написал Лищук. Как и обещал хозяин Шайбы, он отдал вознаграждение тем, кто вернул ему пушистого любимца. Военные увидели объявление, которое я расклеил поблизости. Позвонили и привезли мне нашего героя. Денег они не просили. Я сам попросил у них номер банковской карты и перечислил обещанное вознаграждение. Пусть эти средства пойдут им на пользу, для нашей общей победы. Хочу еще раз их поблагодарить за то, что повернули моего ребеночка в семью, добавил военный. Кстати, ранее мы рассказывали о том, как выглядит животное, какающие кубиками. А также писали о том, что во время разминирования Херсона военные нашли гигантского зайца.